Всем привет! Всем огромный привет! Сегодня видео из непривычного места. Мы ведем свой репортаж из необычного места, из моей ванны, в которой я затеяла ремонт. Я в каком-то из видео своем упоминала, что я затеяла делать ремонт в самое неподходящее время, в глухой карантин, когда все закрыто, когда ничего невозможно купить. Но я повторюсь, что когда мы затевали вот это все, договаривались с рабочими, в общем, решали, что мы будем делать и как, все было открыто. И вот нас закрыли, как я уже сказала, вероломно, без объявления войны сегодня на завтра. Поэтому, в общем, получилось как получилось. Хотели как лучше, получилось как всегда. Я, поскольку, во-первых, все магазины закрыты, и снимать в магазинах мы не можем. И поскольку, я не знаю, есть люди, которым, в общем, интересен контент ремонтов, ну и поскольку я блогер, снимаю все, что вижу, то пою, все, что вижу, то снимаю, все, что происходит вокруг меня, то я снимаю, я решила поснимать вам свой ремонт. Я не знаю, как это получится. Я сначала вам вот покажу то, что у нас сейчас, то, что мы собираемся переделывать, объясню, что я выбирала, подбирала. Я уже кое-что выбрала, кое-что купила, еще до закрытия магазинов. Я купила, выбрала зеркала, вот вместо этого вот большого, видите, это такое одно большое зеркало. Видите, вот такое вот. Вместо него я повешу два зеркала, ну ладно, и потом я вам объясню, что я собираюсь делать. В общем, я выбрала зеркала, я выбрала плитку, это я еще сделала сама в магазине, а потом все закрылось, и я уже онлайн покупала вот ванну вместо вот этого вот джакузи, покупала вот эту мебель, это называется ваннити у нас, то есть то, что идет под раковиной. Покупала краны, покупала кран в душ, в общем, все это было уже онлайн. Там у меня еще есть всякие вещи, которые, наверное, мне надо будет купить онлайн. И сейчас я вам покажу, что мы хотим сделать. Так, рассказываю, что мы хотим сделать. Я сейчас стою перед зеркалом, сейчас я развернусь и покажу вам, как выглядит наша ванна сегодня. Это немножко трудно снять. Значит, это называется мастер-басшум. Она находится внутри моей спальни, то есть у меня в спальне есть ванная комната, которая вот, собственно, она есть. Значит, дому нашему 20 лет, он был построен в 2000 году. На тот момент это был такой основной дизайн в Канаде, который вот делали в домах. Ну, в стандартных, в обычных домах. Значит, сейчас я вам объясню, что здесь есть. Ну, во-первых, значит, здесь есть одна раковина и вот такое вот одно большое зеркало, вот там светильник над ним, и под раковиной находятся вот такие вот шкафчики, которые довольно старые, но достаточно большие, много места, то есть в них достаточно много спрятан. Здесь у нас еще один такой шкафчик, тоже, в общем-то, спрятан, но он достаточно старомодный. Сейчас уже никто такие не делает, он как бы встроен в стену. Вот этот вот пластиковый, пластиковая столешница, каунтертап, как у нас он называется. Ну, опять же, одна раковина, обычно сейчас делают всегда две. Ну, это унитаз, тут тоже какой-то дурацкий шкафчик, который достался нам от наших предыдущих, предыдущих хозяев этого дома. Здесь мой лучший друг, вот это вот, вот это мой лучший друг, весы. Я им говорю здрасте каждое утро. Два окна, у нас два больших окна в ванной, и что на самом деле преимущество и недостаток. Сейчас я вам объясню, почему. Преимущество, что здесь светло. Недостаток, сейчас скажу почему, дойдем до этого. И вот такая вот огромная, такая вот монстрическая джакузи. Когда-то это был виск моды, когда-то это делали во всех домах. Сейчас это делают практически, ну, практически нигде не делают. Я вам сейчас скажу, честно сказать. Ну, вот стоит она, она функционирует совершенно нормально. Работает все вот эти вот, если включить ее, то вот оттуда начинают пузырьки вот из этих вот штучек. За то время, что мы живем в доме, а живем из 2013 года, мы включали ее 2 или 3 раза. Теперь, она столько занимает места в ванной, то есть, в общем-то, ванна, видите, она сама по себе не маленькая. Не то, что такая уже очень большая, но, в принципе, не маленькая. И вот вы видите, что вот это вот все, весь этот пьедестал с этими ступеньками, такая тру-ля-ля, все вот это, весь этот дизайн. Это просто waste of space, это просто разбазаривание места, потому что, в принципе, здесь можно как-то по-другому это все спланировать. Поставить здесь отдельно стоящую ванну и останется еще как бы место вокруг, вот. Кроме всего прочего, что, вот вы знаете, допустим, чтобы добраться до окна, чтобы его помыть, чтобы вытереть вот эти вот рамы вокруг, протереть от пыли, там, помыть после зимы на них там, бог знает что, я должна вот так вот переступать, стоять в эту, влезть, влезать в эту джакузи, стоять вот тут вот. В общем, эта штука, она занимает очень много места, она очень неудобная и она очень несовременная. Сейчас в современных домах такой дизайн не делает, ко всему прочему, вот эта вот старомодная плиточка, такая, знаете, в такой развод, разводик вот с такими вот цветочками, глянцевая такая квадратная плитка, это тоже сейчас не модно. И здесь у нас находится душевая кабина. Душевая кабина у нас выглядит следующим образом, вот здесь вот у нас тоже, не пугайтесь, сломались крючки и, в общем, мы просто их замазали и не стали уже даже красить, потому что мы знали, что мы будем делать ремонт. Она за шторкой, я вам могу ее приоткрыть, но, собственно, смотреть там не на что. Обычная вот такая вот душевая кабина, здесь у нас там шампунь и так далее, вот душ, вот так вот, все это выглядит, тоже та же самая плитка. И, на самом деле, мы, это тоже довольно такой устаревший, не очень современный, не очень модный дизайн. Здесь, видите, внизу такой, как короб, пластиковый, наверное, и вот, собственно, это и есть кабина душевая, и вокруг плитка. Это, как бы, не совсем уже актуально, так скажем. Вот, ну, вот так вот это выглядит. Я сейчас вам расскажу, что мы хотим сделать. Объясню, покажу, какие у нас планы и что у нас за идеи. Значит, ну, давайте начнем отсюда. Я уже сказала, мы хотим поменять вот это вот большое зеркало, снять его и повесить два зеркала отдельно висящих. Значит, вот это все мы хотим убрать, выкинуть и сделать более современный вот это вот ванити или вот мебель, как это, я не знаю, как по-русски это назвать. Во-первых, сделать две раковины. Сейчас у нас одна, в принципе, всегда обычно очень удобно делать две раковины. И, если честно, вот для нашей семьи это довольно актуально, потому что мы с мужем раньше, когда, ну, он до сих пор, он сейчас ходит на работу иногда, а я вообще хожу раз в неделю, но я надеюсь, что когда вернутся хорошие времена, и мы снова начнем ходить на работу каждый день, мы с ним вставали примерно одновременно, немножко он пораньше, и вот тут начиналась война чистить зубы над одной раковиной, он там бреется, я крашусь, в общем. Ну, короче, делают обычно две раковины. Потом мы хотим сделать, здесь будет столешница кварцевая, не мрамор, я сейчас объясню, почему тоже. И более современные вот эти вот шкафчики, значит, вот этот вот, вот это вот шкафчики расположения очень неудобно, потому что здесь вот дверцы, дверцы, дверцы и просто внутри по полке. И они так лежат, все, что нужно. А в ванне обычно всякие вещи, которые вы храните, это какие-то мелкие мелочи, там, я не знаю, зубная паста, шампунь впрок, там, мыло, какие-то косметические средства, туалетная бумага, в общем, что-то такое. Оно все такое мелкое, совершенно не нужно для этого вот такие вот большие двери. То есть то, что будет, у нас тоже будут дверцы, но посредине будут ящики. И, в общем, вы увидите, я надеюсь, и, ну, в общем, это будет другое, это будет более современное. Здесь будет кварц, такой под мрамор белый. Сейчас я вам скажу, почему не делают мрамор. Вернее, делают мрамор, но меня отговорили делать мраморную столешницу, мраморный каунтер, потому что мрамор имеет способность очень-очень, мрамор очень непрактично. Во-первых, он бьется, откалываются кусочки, потом он впитывает в себя весь, если какая-то грязь или что-то такое, то мрамор, мрамор очень такой пористый, и он впитывает в себя все, что, все, что цветное, вот какую-то грязюку или что. А это все-таки ванна здесь, ну, будут, как, я буду краситься, знаете, какие-то, может, будут рассыпаться у меня там тени, румяна. Потом это все будет пятнами впитываться в этот мрамор. Короче, я решила не делать мрамор, я решила сделать кварц под мрамор, такой белый с такими разводами. Так, это что касается этого, значит, конечно, вот это мы выкинем, этот шкафчик. Унитаз мы поставим просто другой новый унитаз, такой one piece. Знаете, вот эти унитазы из бачка и самого, собственно, унитаза, а, простите за такую неблагородную тему, но за жизнь без унитаза жить нельзя. А мы поставили, мы уже купили, кстати, вот, да, еще унитаз я купила, когда магазины были открыты. One piece, это когда бачок и сам унитаз, это одна такая целая, такая, знаете, слитный монолит. Одним монолитом выпоем таким, знаете. То есть, вот смотрите, когда есть вот эти щели между бачком и самим унитазом, довольно трудно вот это все мыть, там что-то забивается вечно. А когда это одна сплошная, вот, без всяких швов конструкция, то это намного удобнее. Дальше здесь, так, вот эту вот штуку мы, конечно, выломаем, выкинем. Сделаем, здесь отдельно стоящая ванна будет такая на серебряных ножичках, знаете, такая красивая. Покажу. Надеюсь, что будет хорошо. Я уже ее заказала, она уже к нам должна приехать скоро. Отдельно такая вот стоящая ванна, она будет вот так вот, так же, вот как эта джакузи, она будет так же стоять под углом, под двумя окнами. И что еще? А, и вот, значит, что мы хотим сделать? Мы хотим снести эту стенку и поставить, и снести вообще всю кабину эту, снести вот эту вот сверху на потолке штуку, вот под потолком, всю эту плитку, конечно, снести, и поставить стеклянную, большую душевую кабину, прозрачную из стекла. Это как бы откроет пространство, это более современное, это более практично, и, в общем, как бы, вот. И я хотела бы сделать эту кабину душевую очень маленькой. Я бы хотела сделать ее побольше, как можно больше, но проблема упирается в прямом смысле этого слова в окно. То есть кабину душевую мы можем увеличить только до размера окна. Вот там, где кончается окно, вот до сих пор мы можем сделать ее вот настолько вот больше. То есть где-то вот на такой кусок, вот как у нас окно кончается, да, вот где-то вот до сих пор, то есть вот на этот вот кусок, вот на этот, видите, отсюда досюда, мы можем увеличить ее, что, в принципе, ее увеличит, потому что сейчас она внутри маленькая, сейчас из-за того, что толщина стенки, значит, когда мы стенку снесем и подвинем, вот эта вот стеклянная, как бы, стенка будет отодвинута, то душевая станет значительно больше. Я бы хотела сделать еще большую душевую, но вот, опять же, как я повторюсь, проблема упирается в окно. И это то, что я имела в виду, когда я говорила, что два окна – это и плюс, и минус. С одной стороны, это свет, это хорошее освещение, с другой стороны, вот из-за этого окна, вот из-за этого мы не можем сделать побольше душевую кабину. Ну, ладно, как есть. Замуровывать, закрывать окно – это очень большой геморр, это ужасная работа, это очень дорого, плюс надо, по-моему, брать разрешение в нашей мэрии, нашего города, потому что все абсолютно ремонты, что вы делаете в доме – это ваше дело, а то, что вы делаете, вот все, что выходит на улицу – я не уверена, вот так мне говорили – все, что выходит на улицу, то есть окна, двери, в общем, то, что меняет фасад вашего здания, все надо брать в разрешение у мэрии на то, чтобы это поменять. На самом деле это не фасад, эти вот окна выходят во двор, наш бэк-ярд, но, тем не менее, все, что как бы наружно, снаружи видно в доме, нужно, чтобы поменять, убрать окно, заделать или сделать окно, нужно брать разрешение. Я не уверена насчет этого, но вы решили оставить как есть, потому что, в общем, слишком сложно, слишком много проблем заниматься с этими окнами. Должна еще сказать, что мне предстоит работа по освобождению вот этого шкафчика, то есть, все, что в нем лежит, нужно вытащить, что-то выбросить, что-то оставить, то, что нужно оставить, то, что не нужно выбросить. В общем-то, как бы там довольно большая работа, я не буду вам открывать и показывать, что в нем лежит, потому что там всего много, и знаете, как всегда, вы положили и лежит, то, что чем-то пользуюсь, чем-то нет, что-то нужно, что-то не нужно. Когда-то было купленное, положенное, место есть и лежит. Он там забит под завязку всяким хламом. Короче говоря, мне нужно все это вытащить, потому что его вытащат, отсюда выломают. И, в общем, это большая работа. И мне это предстоит сделать. Вот, наверное, на эти выходные я этим займусь. Ну вот, примерно такой план. Я постараюсь вам что-то снять, что получится, что не получится. Я уже говорила. В общем, так что не обессудьте. А если не получится, просто вот сделаю до и после. Все, девочки, надеюсь, что вам будет это интересно, этот контент. Он надолго не задержится на моем канале. Как только мы сделаем ремонт и закончим его, все, контента ремонта не будет. До следующего ремонта. У меня как бы канал не о ремонтах, но поскольку, вот, повторюсь, магазин закрытый, а это все-таки какой-никакой контент, и, может быть, кому-то это интересно, я эти видео сделаю, я их поставлю, а там уже посмотрим, как получится. Все, увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Ваша Дита. Всем пока из Канады. Субтитры сделал DimaTorzok